Медиагруппа «Авангард» представляет 7 и 8 декабря. Москва. СОК-форум 2021. Не пропустите. Главное событие отрасли о центрах мониторинга и противодействии кибератакам. Подробности на сайте sokdefizforum.ru Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я Алексей Лукацкий. Приветствую вас на свежевыжатом подкасте, посвященном теме соков и приуроченном грядущему СОК-форуму, который пройдет 7 и 8 декабря в Москве. У меня в газетях звезда эфира информационной безопасности Лев Полей. Начальник отдела обеспечения защиты информации системного оператора. Начальник службы обеспечения защиты информации информационной безопасности СОЭС. Вот мы уже на ходу поменяли Льву должность. Главное, не переобуться на ходу и все-таки говорить сегодня о СОК-ах, а не о том, как мы прекрасно причмокиваем в микрофон. Не думайте, это мы пьем чай, а не то, что вы могли подумать, делаем. Итак, Лев, приветствую. Да, привет, Алексей Викторович. Очень рад тебя видеть. Мы буквально недавно пообщались о том, что мы часто видимся, но часто общаемся. Да, давай начнем. Мы говорим про СОК-и. Системный оператор. Это во многом, если я не ошибаюсь, это управляющая компания. То есть, она сама не генерит, не транспортирует электроэнергию. В чем, собственно, риски возникают именно информационной безопасности? Зачем СОЭС нужен СОК? Почему нельзя было обойтись вообще по старинке обеспечением бумажной безопасности или установки каких-нибудь континентов, секретнетов и других православных средств защиты? У нас все есть. У нас и это есть. То, что ты говоришь, тоже есть. Ну, ладно. Давай, наверное, начнем, чтобы прийти от дружеского к профессиональному. Не теряя при этом дружеское, конечно. Начнем, наверное, с того, что такое управляющая организация. Потому что, когда ты говоришь управляющая, то возникает... Жек. Как Жек. Слушай, ну это тоже из нашей сферы. Это же хорошо. Все рядышком. Да нет. Ну, управляющая что-то как-то звучит и, в общем-то, очень многим воспринимается именно как главная организация в холдинге каком-то. Это все-таки не так. То есть, мы же ведь не только про стратегию, какую-то методологию, какое-то условное развитие. Мы все-таки еще и про Землю в плане каком. То есть, сама по себе единая энергосистема, она состоит просто из многих связанных компонентов. И такими компонентами являются как те, кто генерирует электроэнергию, так и те, кто обеспечивает передачу ее, так и те, кто, собственно, формирует сами модели вот этой вот передачи электроэнергии, балансировки и обеспечения как таковой надежности. И почему это не так похоже на некий управляющий холдинг? Потому что под этим всем есть определенная математическая модель. И не одна, а их тысяча, их множество. И они постоянно формируются, корректируются в зависимости от большого количества поступающих данных. И вот этот вся условный набор множества математических моделей функционирует для трех целей. Да, понятно, есть развитие на основе больших данных, которые накапливаются уже в течение 20 лет в системном операторе. Можно прогнозировать, как лучше и в каком месте что-то модернизировать, улучшать, какие-то стандарты, допустим, изобретать, которые помогут улучшить некие процессы. Но кроме этого есть еще и оперативное управление. То есть, если есть какая-то внештатная ситуация, если есть какая-то авария, то, соответственно, принятие мер по ликвидации, нивелированию каких-то последствий – это все за как раз-таки СОЕС и стоит. Ну, а кроме этого очень много данных стекается. И вот для того, чтобы, собственно, вот эти функции по обеспечению надежности энергосистемы осуществлялись, существует огромное количество комплексов. Поэтому я очень часто, когда пытаюсь описать функции деятельности компании, говорю, что это технологическая организация прежде всего. Очень большая технологическая организация, которая как раз-таки занимается накоплением данных, их обработкой и доставкой достоверной и качественной информации. А вот потребность достоверности и качественной информации у энергетиков давно сформулирована. Еще лет 20 назад она была уже в первый раз сформулирована, из-за чего, в общем-то, такие образования и возникли. Тогда отсюда возникает следующий вопрос. Если СОК СОЕС покрывает всю энергосистему страны? Нет, неправда. СОК СОЕС покрывает не энергосистему страны, СОК СОЕС покрывает саму компанию. То есть, инфраструктуру компании мы мониторим. Тогда как осуществляется, вообще осуществляется ли обмен между СОКом СОЕС например, СОКами всяких там Тарара Энерго, которые существуют в куче федеральных округов и так далее? Или это вообще не связанные темы? Каждый энерго живет по своим законам, а СОК СОЕС, собственно, СОК СОЕС занимается сугубо внутренней темой обеспечения непрерывности работы и невмешательства, контроля этого невмешательства в работу стенного оператора? По сути, второе более верно, более близко. Но нельзя сказать, что мы там обосновлены совсем от других энергокомпаний. В том случае, если произойдет какой-то инцидент, то в любом случае мы будем коммуницировать как с вышестоящими ФАИВами на эту тему, я имею в виду Минэнерго, КЦКИ, так и если есть в этой организации, собственно, тоже некий центр экспертизы, компетенции или как-то много очень разных названий, которые зачастую описывают одну и ту же сущность, которая занимается мониторингом, реагированием на инциденты и бета, мы с ними тоже проконтактируем, доставим ту информацию, которая у нас есть, и, соответственно, потом еще спросим, как получилось или нет. Ага, смотри, если говорить про набор юзкейсов для СОКа, это история большая корпоративная, классическая, мониторинг офисных инцидентов, типа РНСМВ, флешку воткнули, утечка данных произошла и так далее, или это еще и АСОТПшные инциденты, если они есть, они тоже мониторятся в СОКе, или еще что-то, не знаю. Ну, на самом деле, можно немножко поговорить про историю становления как такового СОКа у нас, то есть из этого будет понятно, как формировалась и сама идея, и как она двигалась к тому, что есть, допустим, сейчас, то есть это тоже некая стадия трансформации и становления. Да, в основном в первые приближения это был мониторинг именно корпоративной инфраструктуры классический, вот, дальше, собственно, мы дооснащали просто свои правила фиксации событий информационной безопасности, в принципе, каких-то аномалий с точки зрения самих программно-аппаратных комплексов и информационных систем. У нас нет АСУТП в классическом понимании, у нас АСУ, то есть у нас автоматизированная система управления как таковые, и, соответственно, в рамках этих систем мы стараемся тоже искать аномалии и по предыдущим постинцидентным каким-то пересмотрам формулировать те критерии, которые нам нужны и важны для наблюдаемости некой. Поэтому здесь такой в итоге получился уже промежуточный гибридный вариант. А смотри, вот у нас была дискуссия в рамках одного из подкастов с Андреем Дугином, с компанией МТС, и Андрей, как бы, рассказал достаточно интересную тему про процесс майнинг и мониторинг именно процесса как такового. То есть не просто инфраструктурный мониторинг, не только вещи на уровне хостов, приложений, инфраструктуры и так далее, а когда анализируются входные и выходные данные в конкретный процесс, бизнес-процесс, и отслеживаются аномалии на уровне процесса. Попахивает Димой Мананниковым. Ну, это не попахивает, это, собственно, вообще попахивает полноценным процесс майнингом. Дима, наверное, был одним из таких апологетов и пионеров, который привнес это в Россию. Но вот оказывается, что это реально ложится на конкретные плечи сока, хотя, может быть, и не все бизнес-процессы, но многие тоже мониторятся соком. Вот у вас это, опять же, пока не вышло на вот этот космос-космос, и в основном классические соковские задачи, инфраструктура плюс осушные процессы, или это уже реально вы мониторите отклонения на уровне бизнесовой части? Тут надо посмотреть, какие-то детали этого процесса уже применяются, и это понятно, что к этому нужно идти. То есть, мы же все-таки, там, наша цель и здоровье инфраструктуры, конечно, как таковое, само... Киберимонные системы. Да-да-да, то есть, и вот все эти замечательные слова мы тоже понимаем, знаем и используем, не только как слова, слава богу. Вот. Но вопрос, скорее, в том, насколько это целостно готово как парадигма внутри. Целостно как парадигма внутри, это не реализовано. Есть участки, в которых есть апробация такого подхода. Действительно работают. Но их не так много пока. Надо понимать, что для выстраивания такого подхода требуется провести коммуникацию и с точки зрения описательной части, и с точки зрения подтверждения того, как это функционируется многими-многими подразделениями. Соответственно, для этого нужны базовые примеры, почему это нужно. Ну, Андрей тоже говорил, что полгода уходит на то, чтобы взять на мониторинг хотя бы один процесс. То есть, задача явно нетривиальная. Примерно так, да. То есть, соответственно, что-то похожее есть в плане мониторинга удаленного доступа. То есть, здесь действительно сам по себе процесс и предоставление удаленного доступа, то есть, эксплуатация его и использование со стороны пользователей, он похож на парадигму процесс майнинга, но не до конца все равно, на мой взгляд. А вот если вернуться к теме сценариев, вообще как у вас в соке выбираются вот эти юзкейсы? То есть, мы же понимаем, что мониторить все невозможно. То есть, надо на чем-то сфокусироваться, там, приоритизировать то, на что будет заточен сок в первую очередь. Вот как вы выбираете вот то, что для вас актуально сейчас, и с какой периодичностью пересматриваете эти самые юзкейсы? Я, в принципе, придерживаюсь идеи про то, что можно отстроить какую-то логику в части информационной безопасности от сформулированной стратегии компании. И у нас есть документ, который называется техническая политика, есть документ, который называется ИТ-политика, он там ссылается на техническую, плотно с ней взаимовязан. В зависимости от того, что указывается как основные, наверное, приоритеты в рамках этих документов, это все оказывает влияние на нас. То есть, если мы говорим, ну, самый такой простой, понятный, довольно формально бумажный пример, мы говорим, что мы занимаемся защитой Киев. Значит, у нас на первый слой выходит вопрос обеспечения защиты значимых и других объектов критической информационной инфраструктуры, и, соответственно, более плотный контроль идет в сторону этих элементов инфраструктуры, которые входят в это подмножество. Соответственно, есть еще какие-то нарративы, которые привносятся ситуативно. Ну, то есть, допустим, там запускается какой-то определенный процесс, то есть, или запускается определенная информационная система, которая по определенным причинам для компании является на текущий момент довольно важной. Исходя из того, что мы это понимаем, мы отстраиваем внутри такой небольшой свой подпроцесс мониторинга вот конкретного, конкретно этой сущности. И это становится для нас тоже важным. То есть, на это реагируем. Насколько часто мы пересматриваем, стараемся ежегодно, но бывают какие-то всплески, там, ну, допустим, тот же самый замечательный, нельзя называть замечательный, коронавирус, вот, он привнес свои корректировки. То есть, если до этого мы не так плотно мониторили вопрос с удаленным доступом, там, не по стольким параметрам, наверное, то сейчас это носит немножко другой характер. И уж раз уж это родилось, раз уж это, там, итерационно совершенствовалось, отменять мы это не собираемся. А вот, там, такой пример, там, выпустил НКЦКИ какой-нибудь бюллетень, что вот сейчас они видят, что китайские хакеры хачат российские промышленные предприятия. То есть, является ли это неким таким триггером, по которому вы говорите, ребята, ну, давайте... Это очень технический пример, на самом деле. Это же обычный, как ты там писал в свое время, что это технический план использования TI, по сути, вот эта новостная история. Ну, для многих это, собственно, юзкейс, который они закладывают свой, там, сок, свой CM, по которому мониторят, собственно, всякую активность. Потому что, ну, вот ты говоришь, мы мониторим КИИ. Ну, мониторить КИИ же тоже, там, можно кучей разных способов, под разные задачи, собственно, как и эксплуатировать в нехорошем смысле. Идею юзкейса, я понял. Идею юзкейса, давай я просто повторю, ты мне подтвердишь, так ли этот вопрос звучит на самом деле. О том, что если нам говорят, что, возможно, активность вот с этой вот региональной точки, да, условно, то мы должны перестроить систему мониторинга на какой-то период времени, да, под то, чтобы более внимательно смотреть на... Ну, там, какие техники, которые используют, да, хоккейс. На атаки, как бы, с этого региона, да, и, возможно, на какие-то техники. Да. Ну, у нас, в принципе, отстроен процесс в следующем виде, что мы мониторим там ежедневные новости, да, то есть все, что появляется там в новостях в этом плане, оно выбивается как некий акцент. И с точки зрения там закрытия уязвимостей, и добавляются в том числе те айоки, которые обычно в новостях тоже присутствуют в том или ином виде, они добавляются в определенные листы. И на какой-то период времени эти листы выводят правила корреляции для вот тех дежурных, которые это смотрят, на более верхний план. Вот так вот мы к этому относимся. Но вот так, чтобы еще проанализировать тактику и технику конкретных группировок, вот такой вот страновой, который относится к такой стране, да, то есть к этому мы и пока не пришли. Я думаю, что не суперэффективно и нужно прямо сейчас. А вот в стеноператоре сок – это отдельная сущность внутри там службы ИБ, или это размазанное по службе такое как бы образование, когда люди делают и то, и то, и то, то есть и Жнец, и Швеция, и Нодудей, и Греция и так далее. Вот оно как? Потому что, опять же, у всех разные точки зрения и подходы. Мне еще понравилось, как ты показываешь, как это размазывается. К счастью, слушатели этого не видят, иначе бы они испугались. Собственно, там у кого-то это полноценная структура внутри службы ИБ. У кого-то эта структура, вынесенная за пределы службы ИБ, вообще независимая. У кого-то это… Вот у меня есть СИЭМ, все, значит, у меня есть мониторинг, значит, у меня есть СОК, и вот так называют. У всех же по-разному слово СОК трансформируется в то, что сделано внутри компании. Вот у вас это действительно полноценное подразделение, которое, можно сказать, вот есть руководитель СОКа, у него есть там 12 землекопов, которые работают в круглосуточную смену, и они работают в хорошем симбиозе с эксплуатантами средств защиты и с методологами, которые пишут политики и так далее. Или, опять же, люди занимаются всем, потому что не хватает просто рук, и действительно нельзя выделить человека, чтобы он занимался только там мониторингом алертов, которые приходят в ERP. Ну, с учетом того, что мы с тобой не первый раз говорим, очень прикольно, что вопрос звучит именно так, да? То есть, ты же немножко в курсе. Я да, а слушать или нет? Да, понятно, понятно. Ну, я прям вот сильно подробно описывать не буду. Структура действительно, то, что касается именно организации дежурств по мониторингу, а также там, по сути, там первая, вторая, третья линия действительно выделены в отдельные подразделения, но те процессы, которые касаются развития, оценки, они все-таки остаются пока в службе информационной безопасности. При этом подразделение, которое у нас называется отдел мониторинга событий, находится в Средней Волге, в Самаре. Это действительно выделены ребята, там есть отдельный, очень сильный руководитель. Что можно сказать по поводу и швеции жнец? Присутствует такая итерация, вот, в каком плане? То есть, понятно, у нас нет выделенных процессов ридхантинга, допустим, прямо такого укропленного, нет реверс-аналитиков, которые могут посмотреть вредонос дополнительно как-то, да, то есть, здесь мы задействуем условно-внешний сервис какие-то. Вот, у нас ряд процессов, которые актуальны для нас, да, то есть, которые мы выписывали из года в год, да, принимая вполне себе разумные решения, адекватные текущие ситуации, привели нас к такому образованию. И планирование инфраструктуры для СОКа, планирование какого-то стека технологий, оценка его, там, это все действительно там распределено и между службой в какой-то части, и между отделом, который функционально подчиняется службе. Вот, частично в этом задействуются и дежурные, то есть, по мере возможности, занятости в рамках основных процессов. Надеюсь, я ответил. Ну, то бишь, где-то посерединке. Окей, а вот с точки зрения Самары, ты говоришь, у вас центр мониторинга сфокусирован в Самаре, как вы решаете задачу с мониторингом, ведь оператор покрывает всю страну, то есть, как бы все там часовые пояса, у нас была, как бы, дискуссия, сколько этих поясов в 9 или в 11 в стране, мне казалось 9, но там кто-то говорит 11, не суть важно, как бы 9 там часовых поясов, как минимум, надо покрыть, покрывается это все вот из Самары, или есть сейчас, или планы по созданию центров компетенции в разных макрорегионах, там, субъектов федерации. Потому что я помню одну из презентаций, которая делалась то ли тобой, то ли твоим коллегой на одном из сок-форума несколько лет назад, где ты говорил, что вот, а может быть, это было на сок-клубе, что раньше у вас было как раз несколько центров, а потом вы это все централизовали. Ну, немножко не так. Раньше мы придерживались схемы, при которой мониторинг был только в рабочее время, то есть классический режим 5 на 2 и, собственно, 5 на 8, 5 на 2, 5 рабочих, 2 выходных в этом контексте. Действительно, мы придерживались именно такой структуры, при которой тогда не было выделенного центра как такового в Самаре, то есть тогда был только исполнительный аппарат, там еще не служба, а отдел, и, соответственно, мы реализовывали процесс следующим образом. То есть в центре мы отсматривали все, что приходит после эскалации с подразделений, находящихся в стране, то есть в каждом РДУ, АДУ, да, то есть в 56 филиалах был хотя бы один, ну, в целом всегда практически администратор дублер, да, то есть который по инструкции проводили краткий мониторинг. Но качество этого мониторинга, понятно, было по инструкции, вот, то, что выходит там из-за предела определенной девиации, подкрашивается определенным цветом, оно фиксировалось и отправлялось. Ну, с другой стороны, сказать, что у вас было 56 соков, это было круто. Ну, не было такого, я и не говорил. Не-не-не, я так вот сейчас пытаюсь, там, у нас 56 соков в каждом точке. Ну, на самом деле... Звучит красиво. Звучит красиво, но не отражает... Реалий. Реалий, да, то есть, поэтому эффективность у этого была определенная, то есть на этапе становления базовая статистика, вообще, в принципе, привлечение внимания к определенным мероприятиям принесла свои плоды. То есть, тут, кстати, вот можно как раз-таки часть этого доклада на сок-клубе и привести. То есть, мы начинали с того, что просто проанализировали какой-то скоп информации, вот, определили базовые мероприятия по осмотру, фиксации, да, то есть, и какого-то базового реагирования на такие события. И после этого сделали такой посттранцидентный пересмотр через где-то, по-моему, квартал, и потом еще через еще один квартал у нас получилась так, полугодовая такая отчетность, сформулировали, что делать дальше. После того, как мы сформулировали, что делать дальше, внесли эти изменения, через полгода у нас все наблюдаемые параметры, ну, качественно преобразились. Вот. Но при этом стало понятно, что при том, что для человека это дополнительная функциональность, человек, собственно, обладая там какими-то амбициями, да, переходит на другое место, возможно, либо повышение, либо, может быть, в другую компанию, то есть, какое-то параллельное перемещение происходит, и надо заново обучать, а на какой-то момент очень сильно там проседает конкретный участок. Это раз. Во-вторых, еще и обучать тоже дело такое. То есть, не были готовы к тому моменту еще курсы, которые сейчас уже даже есть там в разных уже формациях, форматах. Это прям наблюдалось, было прям четко видно, что там вот нет сработок, да, то есть, нет никакого контроля внимания, потому что человек там находится в процессе обучения, вхождения в курс дела. И в какой-то момент мы поняли, что в том числе и начинаем нагружать сильно очень этих людей, которых, кроме вопросов информационной безопасности, факультативно есть еще там 30-40 каких-то систем, которых они должны понимать, причем довольно хорошо и очень быстро ориентироваться. Соответственно, и фокус внимания у них смещен больше в ту сторону. Ну, это интересная схема, потому что вот пока на всех подкастах, которые мы записывали, у большинства соков там, по сути, свои же руки, свой респонс, который все это делает. А у вас, ну, учитывая специфику, получается, что у вас очень тесный контакт именно через IT, который выполняет там ваши плейбуки. Это вообще схематика такая работы. Но надо понимать, что мы тоже блок ИТ. Мы включены в блок информационной технологии. Для нас IT это не что-то там, с чем надо противодействовать, не что-то рядом, да, то есть это вот мы и есть, мы часть составная, вполне себе взаимодействуем. И изначально, как само выстраивание, создание центра мониторинга как такового, оно было пропитано этой идеей. То, что мы не являемся чем-то отдельно стоящим, там, по сути, да, по форме может быть, и по каким-то функциональным особенностям есть отличия. Вот. Но в целом одна и та же сущность. А смотри, вот ты сейчас упомянул, что у вас опубликованы плейбуки, которые, собственно, IT-шники на местах могут прочитать и, собственно, выполнить вот эту процедуру, которая там описана. Значит ли это, что вот если там перейти к технологическому стеку, у вас сок строится, ну, вокруг Сема и там ARP, возможно, TIP, а вот именно Суаровская часть, которая автоматизирует респонс, там имеет коннекторы, куча системы, позволяет там по нажатию кнопки там заблокировать что-то, там собрать какие-то артефакты, там зашатдаунить порт на свече или там аксесс-листы поменять. Этого нет. И во многом IT-шники делают это своими инструментами, которыми они привыкли. Это делать, которые у них есть. И вот этого проброса от Сема до ARP и затем в САР, ну, или от Сема сразу в САР, который сопряжен с ARP, это там, ну, не ваша тема на сегодняшний день. И вот этой автоматизации, полной автоматизации, пока ее нет. А может быть, она и не нужна, на самом деле, в вашем случае. Так я вообще не уверен, что она кому-то нужна. И очень мало примеров. Слушай, весь рынок сейчас движется в СУАР, куча российских продуктов появляется в СУАРовских, а ты говоришь, я сейчас не нужна. Я в этом плане, ну, ты прям вызываешь, вызываешь те самые, вот дергаешь за те струнки мои, которые понятны. Ну, я вообще рынку не всегда верю прям трендам, тем, которые происходят, искренности их, необходимости, как таковой, да, потому что... Ну, искреннее желание заработать деньги, оно же искреннее. В это я верю абсолютно точно. То есть, это, как каждый представитель рынка в этом плане себя очень хорошо показывает. Но вопрос, наверное, не в этом, а вопрос в том, насколько вообще доставлены эффекты, то, что ты описываешь, реально в жизни существует, имеет место быть. И что он привносит? Действительно, пользу с точки зрения автоматизации. А тут, соответственно, должен уже существовать некий такой процесс стандартизованный, по которому ты вполне себе можешь запустить автоматизацию. То есть, автоматизация – это что? Это то, что мы можем увести из рутины человеческой, то, что уже там много раз произошло. И там, с учетом того, что это осознанное повторение, ты понимаешь, что оно еще раз будет, да, его надо как-то исключить, убрать, так как это труд, ну, не очень интересный, не очень разумный, наверное, где-то. Я не могу сказать, что нам постоянно требуется вводить какие-то вланы в демонтиризованную зону автоматически. Я не могу сказать, что нам вот эта вот наслойка, собственно, из такого вездесущего СУАРа сильно необходима. То есть, сильных таких кейсов я не вижу. И с учетом того, что это информационная система, еще одна, еще один компонент большой, сложной составной системы. Что, по теории, насильма Талиба антихрупкости говорит нам о том, что это, значит, быстрее сломается. И много тому примеров. Незрелая технология, которая сейчас на хайпе, может что-то там автоматизировать по каким-то кейсам, которые ты нарисуешь, воображаемым, не отработавшим. Ты ее внедряешь и начинаешь, по сути, на живой инфраструктуре в каком-то виде тестировать. Либо тратишь огромное количество времени, чтобы все сценарии повторить в какой-то изолированной среде и там эту автоматизацию проверить на эффективность. Но мне кажется, можно сказать, что мы до этого не доросли. Я готов в этом признаться. Друзья, если вы хотите увидеть Алексея Викторовича Лукацкого, если вы хотите услышать наши нестройные и немолодые голоса, и если вы хотите воплотить все вот эти мечты в реальность, то, конечно, приходите, пожалуйста, на сок-форум. Что для тебя составляет сегодня ядро вашего сока? То есть, какой технологический стэк вы используете, если это не секрет с точки зрения сока? Но я не буду глубоко погружаться. Я бы сказал, что ядром я считаю все-таки не какой-то технологический стэк, а людей. Людей, которые понимают, как устроены процессы, то есть, понимают, как устроены подпроцессы информационной безопасности с точки зрения реагирования на какую-то аномалию. Технологический стэк выглядит очень просто. Есть коммерческая составляющая в виде СИЭМа, в виде энного количества разнообразных сенсоров, мониторующих аномалии в сетевом трафике, собирающих события, собственно, как таковые. Есть дополнения, которые уже на таком опенсурсных решениях, но они тоже появились там по понятным причинам. Что-то типа ханипотов, прочие радости жизни. И есть тоже опенсурсные решения, которые помогают нам, собственно, автоматизировать какие-то наши рутинные операции. Но это не суар в прямом виде. Это какие-то частные там именно вещи, которые нам удобно автоматизировать в таком виде. Хотя в целом, наверное, можно это как такой мини-кастомный суарчик для себя назвать. Потому что там есть и активные задачи, которые на что-то активно влияют. И есть задачи по формированию, допустим, визуализации определенной отчетности. И то, и другое. Это все для пользы. И формировалось оно, в общем-то, итерационно, отвечая на какие-то потребности, которые возникали по итогам пересмотра процессов ежегодного. А у вас есть ARP и TIP-платформы? Ну, в TIP можно сказать, что есть. У нас есть MISP тот же самый. Окей. MISP, да. Популярная штука. Вполне себе, да. То есть, вот. Что еще с ARP? ARP, да. Ну, ARP, я, честно говоря, не всегда понимаю. То есть, в нашей структуре просто, когда у нас респонзом занимается человек, который занимается в том числе еще там многими какими-то активностями, не связанной с информационной безопасностью, мне кажется, это не наш инструмент, потому что есть уже сервис-деск, да, то есть, в нем заложено большинство функций, которые есть в ARP, ну, исключая какие-то там суперудобные с точки зрения сведения какой-то информации. То, что характерно там для ARP, сквозной нумерации инцидента, связка вот эта вот. Хотя это тоже все вполне реализуется, и у нас вот частично как раз-таки связка между CM и сервис-деском в таком формате и работает. Выделенного ARP нету. Потому что это тоже некое отличие от многих ранее участвовавших в подкасте, у которых есть ARP, и они столкнулись с тем, что не всегда хорошо работает инцидент-менеджмент айтишный с инцидент-менеджментом и бэшным. Поэтому они как раз стараются для IB иметь свой ARP и при необходимости отдавать это в сервис-деск, а иногда такой необходимости и вообще нет. А у вас, соответственно, это чисто IT-сервис-деск, который берет на себя все функции, связанные и с IB, и с IT. Ну, я бы не стал формулировать в таком виде. То есть просто часть функций, которые можно реализовать вот в этом контексте, оно реализуется в сервис-деске. Часть функций по внутреннему воркфлоу какому-то, это все реализовано просто на базе встроенного воркфлоу СИЭМа на текущем этапе. Возможно, какие-то подвижки в этом плане будут. Планы на эту тему тоже есть некие сформулированные, но это не находится в каком-то редлайне, до которого нужно прямо сейчас дойти. Как тогда ты передаешь данные в НКЦКИ? То есть в ручном режиме или это автоматизированный режим? Да, пока это ручной режим, но мы... То есть это из СИЭМа, по сути, выгружаются данные и отдаются... По сути, да, есть такой формат, и, собственно, пока мы его и придерживаемся, но есть планы в целом и по автоматизированной коммуникации. Насколько я знаю, просто платформы на текущий момент, которые это обеспечат, они довольно дороги до сих пор, и требуют дополнительной настройки. Пока нам позволяет, собственно, текущая ситуация и массовость той информации, которую необходимо отправлять, делать это в полурочном режиме. Сама по себе интересно, на чем строятся СОКИ, потому что вот сколько мы не проводили, действительно ответы все разноплановые. Кто-то пишет целиком свое, кто-то... Давай скажем так, если бы я начинал это дело прямо сейчас, с тем опытом и теми знаниями, которые на текущий момент есть, и что я понимаю, я бы, наверное, начинал все-таки с опенсорсного решения, причем с полностью опенсорсного решения, более гибкого, чем существующие коммерческие аналоги, как российские, так и зарубежные. Классический ЕЛК-АСТЭК, собственно, применение МАЙТРА, и постепенное внедрение парадигмы использования тактик, потому что мы, развиваясь до еще того, как МАЙТРА стало трендом основным, да, ну, скажем так, уже довольно много всего проработали, вот, и теперь трансформироваться на подход, который, в общем-то, транслирует МАЙТРА, который довольно правильно и интересно, на самом деле, как база, есть и сигма правила, которые под это подвязаны, то есть это можно потихонечку, собственно, крутить и совершенствовать довольно гибко. Переход на эту модель нам дается сложнее теперь, как если бы мы это делали с чистого листа. Поэтому в этом контексте, вот, если бы была такая возможность откатиться немножко назад, выбрать такой подход и следовать ему, было бы прикольно. Ну, согласись, что вот если бы ты сказал, что мы сейчас используем там нечто и хотим перейти на там Кьюрейдер или Арксайд или там Макс Патролл, это бы, я бы мог сказать, да, ну, нет бюджета, значит, наверное, эта задача непростая, но используя коммерческое решение взять, перейти на опен-сорс, ну, наверное, чуть проще, как минимум с точки зрения бюджета, потому что ты высвободившиеся деньги можешь потратить на аналитиков, на увеличение, может быть, их зарплаты, и они будут докручивать тебе там твой ЭЛК под твои задачи, там, интегрировать с Захаевым, там, с МИСПом. А вот это как раз-таки самая большая проблема, то есть, это наличие и возможность удержать таких аналитиков, да, на постоянной основе, которые будут и работать с этим кодом, и работать с процессами, и, собственно, будут довольно сильно погружены в эту историю. Как сказать, то есть, я говорил про то возможное прошлое будущее в единой связке, которое могло бы быть. На текущий момент у нас немножко другой подход, он вряд ли будет сильно меняться, но Майтер мы туда уже вплели, и потихонечку начинаем с этим работать. Все-таки я говорю про то, что как бы я начинал. Я бы начинал, наверное, с опенсорса, а функционирующие рабочие системы все-таки должны поддерживать. Должны поддерживать, да. То есть, начинать формировать образ процесса, да, то есть, смотреть его отклонения, смотреть плюсы, минусы, недостатки, какие-то положительные стороны, все-таки лучше на чем-то бесплатно. Ну, опять-таки, на тот момент не был так развитый елкостак, и не было возможности это сделать. То есть, я в данном случае не ругаю себя за принятые решения, я скорее говорю о том, что вот при текущих возможностях как бы было бы круто. Не рассматриваешь ли ты тему аутсорсингового сока? Вообще, как ты относишься к передаче этой функции во внешние руки? Ну, мне всегда нравится эта тема, вот, поговорить про нее, по крайней мере, передавать нет, ну, поговорить. Да нет, но я нормально к этому отношусь, то есть, как к инструменту, к способу решения, да. Но надо понимать, что на текущем этапе, как, в принципе, там, полтора-два года назад, все основные соки, они строят свои процессы по стандартной классической схеме. То есть, есть первые, которые разбирают вот совсем что-то непонятное, короче, куча фолсов, собственно, много-много. Но объем большой рутинной работы, которая не привносит ничего ни для человека, ни, собственно, для всех остальных тоже ничего. Да, дальше идет вторая линия, там присутствует какой-то разум, какая-то базовая аналитика, из этого выходит какое-то сформулированное предложение о том, что поделать дальше на третью линию. Все это, с учетом того, что все росли из банков, где логично большое количество операций, большое количество транзакций, исходящих из этого событий информационной безопасности, логично делать это на потоке, как конверники. У нас не такое большое количество транзакций. Нам эта схема организации процессов как таковая не подходит, она неэффективна. Ну, то бишь, посадить выделенную первую линию, посадить хорошо склеенную первую линию, которая будет работать в формате молотилки, чего-то непонятного, и выдавать на гора, то есть на респонс очень-очень много всякой всячины, разнообразной. Ну, это как минимум гипернеэффективно. С точки зрения и занятости тех, кто занимается респонсом, то есть это просто неуважение к рукам. Те люди, которые занимаются эксплуатацией систем, вот к ним еще периодически, а вот проверь, пожалуйста, это вот, сделать такую штуку, да, то есть занимать их этим очень неправильно. Особенно в условиях функционирования многих технологических систем, не с УТП, но технологических систем, которые оказывают высокое влияние. То есть им надо позаниматься, наверное, какой-то регламентной работой, им надо позаниматься, возможно, какой-то модернизацией основных комплексов, а они при этом проверяют какую-то ненужную информацию. Нет. Мы стараемся перестроить процесс таким образом, чтобы до условных респонс-тим доходили реальные кейсы, которые действительно требуют проверки и находятся в определенной зоне опасности. По нашему мнению. Может быть, тогда действительно и не нужен вам СИЭМ, и проще отдать это все. Собственно, аутсорсинговый СОК будет отдавать вам некие рекомендации. Ребята, у вас вот здесь, вот здесь, вот здесь проблемы, и ваш респонс будет заниматься творческой задачей. Логика понятна, мысль понятна. Но эти ребята и СОК, на них надо будет потратить огромное количество времени, чтобы они понимали, где отличие, собственно, наши инфраструктуры от той классической, к которой они привыкли, и почему вот это нам стать не надо. И на них надо будет потратить, ну, год-два. Хотя многие интересуются вот такого рода банальными вопросами, а вот как сделано у людей, вот на чем. Ну, ладно. Тема удержания персонала. То есть, вот ты помянул, что если ты бы строил сейчас на базе опенсорса, то, наверное, возникла бы проблема, что придут и схантят, и дадут в два конца зарплату, а то и в три, и будут проблемы. Вот я в одном СОКе слышал очень красивую концепцию, что они не переходят со спланка ровно по той причине, что спланка в России больше нет, и специалистов со спланком их раз-два обчелся, и человека просто никто не хантит. Он сидит, а работает ровно на этом спланке, ему больше некуда пойти. Соответственно, как ты удерживаешь людей, аналитиков первой, второй, третий, склеенных линий, респондеров, чтобы их не схантил какой-нибудь крупный банк или крупный государственный сервис-провайдер области безопасности и так далее. Ведь наверняка приходят и хантят, и предлагают больше денег, чем ты сейчас можешь им платить. Чем ты удерживаешь людей? Ну, давай так, я не соглашусь с последним утверждением. Всегда есть возможные инструменты, мы всегда обсуждаем риски, если у кого-то есть желание что-то поменять в своей жизни, когда ты с каждым работаешь, и поэтому я просто сейчас передам привет. Дмитрий, Алексей, Алексей, Дмитрий, Регина, Семен и Виктор. Вы – моя команда, я вас верю, и я очень вас уважаю. Мы с вами часто общаемся, и на самом деле это вот как раз таки и есть самое важное. Все-таки системный оператор и, в принципе, там, наверное, служба информационной безопасности – это большая дружная команда, которая поддерживает друг друга в сложных ситуациях. И если есть готовность к росту, если есть запрос на это, с этим всегда можно прийти к руководителю или коллеге любого уровня, пообщаться и, в общем-то, найти для себя какой-то правильный, не хочется сказать, выход, выход нельзя говорить в таком случае, правильное решение этой задачи, на самом деле. И это, наверное, первый инструмент. Второй инструмент – это все-таки мы всегда даем возможность развиваться. То есть у нас есть, допустим, активность по ретиммингу, которая организована внутри той же самой команды дежурных. И это дополнительная задача, которая в том числе поощряется в конце года в той или иной степени, в зависимости от результатов, есть возможность участвовать в проектной деятельности. Проектов тоже достаточно большое количество, с учетом действующей цифровой трансформации, истории с соответствием в рамках директив по импортозамещению. То есть огромное количество разных проектных задач, исследовательских аванпроектов, связанных с развитием самого технологического стека СОКа, вообще платформ, то есть доработки. То есть кто-то увлекается программированием, пишет какие-то небольшие кусочки автоматизации на питоне, либо на пауэршеле, собственно, в зависимости от уверенности своей, то есть интересов в этом направлении. Кто-то занимается аналитикой по рынку, по системам. То есть кто во что хочет поучаствовать, поиграть, всегда есть возможность это сделать. Поэтому, мне кажется, вот это и есть основной рецепт. Во-первых, это команда. Команда равно семья. Мы проводим с этими людьми большую часть времени. Дома мы ночью, когда мы спим, собственно, какой-то участок вечера, когда делаем определенные дела. Вот все оставшееся время, 8 плюс сколько-то рабочих часов, мы находимся с этими людьми. Им нужно доверять, в них нужно верить, и с ними нужно непрерывно коммуницировать, общаться и работать. Вот так. И давать возможности, быть открытым. В общем, мне кажется, вот это основной рецепт. Нет, хороший рецепт, и он правильный. Просто, опять же, разные бывают точки зрения на людей, которые работают в соке, и как их удерживать. Кто-то удерживает интересной работой, но есть противники говорят, ну какая в сок интересная работа, тупишь в консоль, мониторы, и ничего не происходит, и так далее. Да, ну неправда, совершенно неправда. Во-первых, у нас и нет первой линии как таковой. То есть, у нас аналитик, а так и называется, аналитик, сидящий на первой линии. Да, у него немножко больше рутинной работы, чем условная третья линия, находящаяся только в день. Соответственно, они в этом плане, ну да, у них есть больше рутинных функций каких-то. Но при этом мы с ними обычно из этого формулируем какие-то следующие изменения в процессах. Это сопричастность, ну то есть, либо участие в каких-то проектах, в которых интересно. Допустим, там один человек в рамках рентиминга провел неплохую собственную кампанию там антифишинга. Ну, в рамках там достаточно ограниченной зоны, получил эффект, ему понравился сам по себе процесс, понравилось, как проявляется результат в итоге. И вот уже там в течение этого года он расширил эту функциональность, в общем-то, на все филиалы. Это не результат? Это ли не творчество? Это ли не то, что может греть душу человека? Нет, это правильно. Это, наверное, очень классный пример. Но который могут себе позволить далеко не все, потому что, опять же, во многих соках есть достаточно четкая там иерархия ролей. То есть, ты вот аналитик, ты смотришь в АРП и разбираешь там алерты из очереди, которые тебе прилетели. Ты там с Red Hunter, ты занимаешься рентхаттингом. А ты там респондер, ты занимаешься респонсом. Кто-то Red Teamer, вот он, да, занимается Red Team. А есть вообще еще отдельные симуляторы фишинговых атак, и они вообще не пересекаются. Конечно, конечно. Это в крупных соках, а оно вот так. В том числе эти ребята простаивают постоянно, скучают, переходят на другие места работы, выгорают от скуки, видимо. Ну, во-первых, я за плоские команды. То есть, в принципе, и стиль управления в разных командах зависит от тех процессов, которые там реализуются. Если это стандартизированные процессы, то это один стиль управления. Если это все-таки какие-то процессы, которые больше требуют разума, то это немножко другой стиль управления. Есть такой термин – модель организационного развития и модель поддержки. Ну, вот она, в общем-то, имеет свои названия в этом плане. И здесь, соответственно, как мне кажется, важно иметь нежесткую иерархию. Все-таки информационная безопасность – это не настолько там зарегулированная система, особенно с учетом того, что мы должны реагировать на зарегулирование не с точки зрения требований к мероприятиям, а с точки зрения организации как таковой. Мы должны очень быстро реагировать на те изменения, которые происходят во внешнем мире, по сути. И внешний мир для нас – внешняя среда вокруг компании. Это тренды какие-то, тактики новые, это новые атаки, это новые регуляторные нормы и прочее. То есть, геополитика, возможно, какой-то там тоже окрас, касающийся конкурентной борьбы между компаниями, для кого это актуально. Все это должно сходиться и влиять на те процессы, которые есть у нас. Для того, чтобы их переставить, мы тоже должны быть мобильными, как минимум. Мобильными и очень динамичными. Сейчас в стране есть у нас, если говорить про государственные церты, ну, их, грубо говоря, два – Финцерты и НКЦКИ. Есть еще там куча коммерческих, но это отдельная тема. И они там присылают какие-то данные, вы отдаете какие-то данные им, но, в частности, НКЦКИ с Финцертом вы, наверное, не работаете. И есть мнение, что любой государственный церт – это некая такая бюрократическая машина, которая не всегда оперативно работает. А если получает что-то от отрасли, не всегда это оперативно раздает другим участникам отрасли. И всегда возникает мысль, а почему бы не создать некий ЦЕРТ, который был бы отраслевым, в который бы входили участники отрасли, и которые бы могли формально или, может быть, неформально обмениваться данными. Это не просто рассылка ИОКов в Телеграм-канале, куда подключены участники отрасли, а именно что-то более формализованное, но при этом еще не забюрократизированное. Очень тонкая грань. Очень тонкая грань. Тонкая, да, безусловно. Все формализовано в какой-то момент становится бюрократизированным. Безусловно, безусловно. Но я знаю, что в энергетике создается некий такой центр, который объединяет разные структуры, входящие в отрасль энергетики. Я бы буквально рассказывал об этом, собственно, на Кикс Кон. На которой многие слушатели не были? Да. То есть надо в каком-то виде повториться. Ну, ключевые мысли, вот зачем он нужен и чем он может помочь для центров мониторинга отрасли энергетики? Вопрос в чем? То есть АОКи, которые приходят, и в принципе какие-то рекомендации, которые приходят от общих сертов, как от НКЦКИ, допустим, они, скажем так, затрагивают, наверное, общие проблемы. Электроэнергетика существует по своим неким внутренним правилам в том числе, и особенности есть с точки зрения использования определенных типов устройств. Допустим, как-то мне коллеги из транспортного цеха, условно, из транспортной отрасли рассказывают, что у них используется вот такой вот вендор в основном для организации, там, телефонии. И для меня это была новость, потому что там у меня совершенно другой вендор для этого используется. Думаю, ничего себе. А он говорит, у нас это повсеместно, по всей отрасли. И примерно то же самое, если в электроэнергетике есть определенные устройства, которые для нас характерны, мы их часто используем, это так исторически сложилось. Соответственно, нам важно, наверное, посмотреть на те данные, которые передаются из рта именно с точки зрения наших процессов и наших ограничений. Возможно, для нас работа с конкретно вот этим вот айоком не очень актуальна, потому что у нас, допустим, вот это вот устройство, которое там показано, что у него есть уязвимость, и надо ее исправлять, она находится там в глубоком-глубоком контуре за четырьмя сетевыми экранами, и, наверное, не в первую очередь надо заниматься патчингом конкретно его. Тем более, что, наверное, на него, ну, не, наверное, отточат, на него там завернут какой-то большой технологический процесс, и для того, чтобы внести изменения в микропрограмму вот конкретно этого устройства, потребуется большое количество коммуникаций и изменений, которые здесь, наверное, беспочны абсолютно. И вот именно такой контекст, который характерен для отрасли, мне кажется, и полезно привносить. Есть другая сторона, то есть, если говорить не конкретно про серты, да, то есть, если говорить про объединение вот игроков отрасли, этим занимается как раз-таки Ассоциация Цифровая Энергетика, вот, в рамках которой, по счастливому случению, с течением обстоятельств я являюсь руководителем экспертной группы по киробезопасности. И здесь у нас есть схожая инициатива, но она не называется СЕРТ, она называется немножко по-другому, то есть, у нас это Центр информационной безопасности, экспертизы по информационной безопасности. И здесь основная идея – это повышение зрелости процессов, которые схожи во многих электронегетических компаниях. То есть, условно, есть некая модель реагирования на инциденты информационной безопасности, в которые транслируются ЦБ, вот, и для банков она органична, она, собственно, актуальна и может быть использована. А для электроэнергетиков вот это вот большое количество транзакций, большое количество событий определенного однотипного рода неактуальны. Соответственно, у нас и модель реагирования, и модель построения, собственно, аналитики по таким событиям должно выстраиваться по-другому. Это, ну, наверное, вот такой частный пример. Но кроме этого, есть еще и потребность в обмене информацией, когда, ну, понятно, и можно в частном порядке, встретился на конференции на какой-то, да, то есть, обсудил с коллегой, что у него хорошо сделано. Но, может быть, это коллега из другого отрасли, и ты не понимаешь того контекста, в которых рождались эти процессы, и как они по итогам функционируют. Тебе дают какую-то там отрывочную кусочную часть с точки зрения того, как это выглядит. Тебе кажется, что да, это к тебе прям 100% применимо, но после того, как ты начинаешь реализовывать, вылезают нюансы. И тут как раз-таки вопрос про то, чтобы зрелость процессов могла быть повышена вот этим вот кросс-опылением. Допустим, вот у нас в ассоциации присутствуют все крупные игроки электроэнергетической отрасли, это Россети, Интерау, и я, в принципе, могу вместе с коллегами обсудить какой-то конкретный процесс. Если у меня до него руки не находили, потому что он не стоял там в приоритете, а у коллег вдруг внезапно он был проработан, ну, по каким-то другим причинам, или, возможно, у них это приоритет стояло, у них техническая политика отличается, то результаты функционирования этого процесса, описание, методология будет для меня проще для восприятия, чем то же самое воспринято там из другой отрасли. Но при этом мы приглашаем к сотрудничеству, в общем-то, и, наверное, другие компании с точки зрения как раз-таки вот этой платформенной организации. Мне кажется, это полезная штука. Делать это все-таки не отрывочно, а именно вот внутри определенных процессов. И, соответственно, если говорить о планах, то есть какие-то вещи, связанные с развитием соков, когда можно обмениваться опытом построения соков для энергетики. Да, ну, начнем мы, наверное, с истории с методологией по реагированию, да, то есть для нас самая актуальная такая часть, потому что сейчас много иномотивки выходит на эту тему, уже вышло. Та, которая используется у всех, ну, по-разному просто. Не то чтобы хорошо или плохо, просто по-разному. Наверное, найти какую-то общую точку, вот, общий, наверное, такой вот уровень, по которому можно помериться и понять, а что вот здесь надо делать всем вместе одинаково, а где вот у нас здесь уже начинаются различия. Потому что даже у компании одной отрасли тоже есть огромное количество различий. Соответственно, исходя из этого, дальше уже можно говорить о совершенствовании всего процесса. Сначала модель реагирования как такового, дальше уже в модель построения, то есть аналитики какой-то. То, что на самом деле это там уникальный опыт для России. У нас, по-моему, еще ни одна отрасль не могла создать вот такого объединения, которое бы обменивалось опытом. Давай так. То есть мы не будем говорить заранее про все, да. Мы функционируем вот как группа по кибербезопасности уже там второй год. Вот. Уже завершается второй год, собственно. Есть определенные результаты, есть синхронизация и обмен мнениями. То есть есть там определенные кусочки, которые действительно, за которые можно себя погладить по голове. Но я бы еще не называл это прям вот успехом, новой реализацией. То есть я скромен в этом плане. Нужно пока вот достичь чего-то значимого. Ну, я могу быть не скромен в этом плане, потому что я вижу то, что происходит там в соседних отраслях и понимаю, что там даже не раз упомянутой тобой финансовой сфере, но ЦБ, в общем-то, во многом узурпировал право вот этого определять, как надо жить. И многие просто боятся уже собираться неформально, даже в рамках каких-то ассоциаций, типа там ЭРБ или АБР и так далее. И в лучшем случае все эти собрания заканчиваются просто презентациями чего-то без возможности. А давайте сделаем некий свод best practices, которые мы будем применять у себя, а все сразу думают, блин, а регулятор скажет, что это плохо, что это неправильно и все это там и так далее. Ну, надо сказать, что я знаю, почему так происходит. Потому что в наблюдательном совете ассоциации, да, то есть присутствует, в общем-то, наш основной профильный ФАИФ и решение при... ну, решение и как бы то, что вот я транслирую, это не что-то там рожденное просто энным количеством специалистов. Это проведенные идеи, там, концепция, есть концепция энергоцива как раз-таки, которая была одобрена всеми ФАИФами и, что самое важное, профильным. Вот. Поэтому, ну, данное развитие просто мы находимся на начальном этапе, я считаю, все равно, потому что у нас планируется формирование как и самого центра с выделенными там методологами-аналитиками, руководительными центром, которые сможет аккумулировать на себе вот эту вот историю с стандартизацией, наверное, какой-то, и формированием этой методологии, потому что на текущем этапе выделенных в рамках компаний сил участвующих экспертов уже перестает хватать. Ну, я поэтому и говорю, что это во многом такой еще интересный и уникальный пока опыт. Мало кто еще мог повторить. Хотя бы начать так же. Хорошо. Начать. Начать так же, да. Давайте так, проначать. Хорошо, Лев. Итак, подводя уже к финалу наш разговор, хотелось бы вернуться к началу разговора про формирование сока в системном операторе. Ты рассказал про некую такую историю возникновения, что там было куча распределенных... Я вот сейчас киваю и понимаю, что, короче, я киваю, и никто не видит, что я киваю. Да, да. Вот. Куча распределенных людей, которые делали что-то в рамках там несвойственных им обязанностей и потом вот централизовали. Вот как продалась идея топ-менеджменту, что, ребята, нам надо централизовать и выделить на это ресурсы, на этот сок. То есть, вот руководство сказало, да не вопрос, вот вам деньги там прекрасные или какие-то иные ресурсы создавайте. Или говорил, ну, зачем нам это надо, если у нас нет инцидентов, оно и так все работает. Вот как шло обоснование идеи возникновения вот этой структуры как сок внутри системного оператора. Есть какие-то лайфхаки или там советы людям, которые вот сейчас мучаются и не могут создать у себя сок, но вот хотят и понимают, что им это надо, но не могут обосновать для руководства, что это надо еще и компании, в которой они работают. Ну, мне кажется, этот вопрос именно коммуникации по большей части, потому что у нас изначально была простроена коммуникация там и с директором ПТ, который является моим непосредственным руководителем. И далее уже была простроена коммуникация с заместителем поседателя управления, который отвечал за весь блок. И, что самое характерное, компетенции руководителей позволяли им довольно глубоко погружаться в процессы, да, то есть и даже вот на моем, на первом уровне, довольно костном таком техническом языке понимать, а в чем будет эффект. Вот. Это, наверное, первая история. Второй момент – это то, что, в принципе, понимание о том, что информационная безопасность – это важная часть для компании, а уж как она будет организована с точки зрения системы организации процессов. СОК – это просто еще одна система организации процессов, по сути. Это вот вопрос уже доверия, наверное, и к тому человеку, который, собственно, формирует это предложение, и к мировой практике какой-то. Но все равно это было итерационный. То есть у нас принят вообще, в принципе, эволюционный и нереволюционный подход в основном. Соответственно, мы сначала как раз-таки показали саму модель, то есть она там, был закуплен энный в какой-то, в какой-то момент, короче, СЕМ, очень небольшой в виде такого пилота, по сути. Он был сделан, и на базе вот этого вот небольшой установки показали, как это может функционировать в распределенной организации, взяв цепочки файлов ADURD, не файлов, филиалов ADURD, да, то есть и показав, как может функционировать такая вот распределенная система мониторинга, показав итерационно, как выглядит процесс, то есть от мониторинга, то есть с workflow, с конкретными задействованными лицами в этом процессе, и как происходит постинцидентный пересмотр с формированием результатов. И начали потихоньку, собственно, итерационно показывать результаты, увеличивая количество наблюдаемых параметров. К определенному моменту, буквально через полтора года после реализации этого проекта, уже, в принципе, были ежегодные и квартальные отчеты по состоянию информационной безопасности. Соответственно, вот это поэтапное погружение энного количества участников в процесс позволило сделать этот процесс домашним, понятным, и движение к его развитию совершенно логичным. Ага, отлично. А сейчас вот когда ты приходишь и говоришь, мне нужны новые ресурсы, бюджеты на развитие и так далее, ты это как-то подкрепляешь некими цифрами, метриками, что вот мы зафиксировали и успешно отразили столько-то атак, закрыли столько-то инцидентов и так далее. Или, опять же, тема с доверием, она играет гораздо большую роль, доверие к тебе, как к руководителю службы. И ты пришел, попросил, и все понимают, что ты просишь не просто так, а это нужно для дела. Вопросы повторяются, на самом деле, но я бы не сказал, что у нас это происходит ситуативно, и, в принципе, мы стараемся подходить к истории с развитием и функционированием более-менее системно. Это не выглядит так, что мне вдруг понадобились ресурсы, потому что нас внезапно стали много атаковать. Да нет, у нас ведь есть ежегодный отчет, у нас есть квартальный отчет, и мы даже еженедельный отчет передаем, их читает, собственно, председатель управления и директор по информационным технологиям. И рост какой-то, он заметен вот каждый день. Ну, сейчас, извини, важный момент, ты так походи это упомянул, у вас есть отчеты, которые читает председатель управления. Это тоже большая редкость, чтобы служба ИБ занималась таким внутренним маркетингом себя на уровне предприятия. В лучшем случае раз в год на каком-нибудь инвестиционном комитете спросят, от чего вы сюда пришли. А вот так, чтобы на регулярной основе готовился некий отчет, который отдается правлению, это такая тема. Она, как раз, хорошо должна работать. Вот это очень правильный термин ты используешь. Маркетинг – очень важная история, то есть, связанная с маркетингом, формированием некого имиджа, потому что, в принципе, очень часто воспринимают информационную безопасность в отрыве от тематики соков, воспринимают как нечто чуждое, общим процессом ограничивающее, тормозяющее, то есть, привносящие какие-то совершенно непонятные ограничения, которые нелогичны. И основная цель, на мой взгляд, даже не что-то там продать, слово мне не очень нравится в этом плане, а донести, как эта часть целого функционирует и почему оно является этой частью целого. То есть, сделать процессы более прозрачными, более понятными. Я понимаю, что до конца это все равно не получится сделать, до конца прям просветить всю сущность, потому что оно попахивает, есть душок определенный. Но в целом задача именно такая – сделать процессы прозрачными, понятными и с помощью этого донести полезность, показать эффект. В том числе, наверное, очень важно показать дополнительный эффект. То есть, мы же проводим не только там какое-то постоянное полуавтоматическое информирование условно задействованных в принятии решений коллег, но в том числе оповещаем там и администраторов, которые задействованы у нас в рамках реагирования. То есть, для них есть новости, дайджесты, есть периодические собрания по направлениям ИБ, связанные с какими-то проектными изменениями. То есть, мы довольны такую информацию. Есть коммуникация с IT-директорами всех филиалов. То есть, с ними ведутся периодически, ежегодные совещания. На текущий момент информационная безопасность включена как дополнительный курс для директоров филиалов. То есть, они тоже погружаются в вопрос информационной безопасности на том уровне, на котором это необходимо и требуется. То есть, тут, на мой взгляд, важно, чтобы у человека не возникало ситуативных вопросов, а почему и зачем. Чтобы понимание, почему это делается, было доведено простым и понятным языком. И отложилось где-то на подкорке о том, что да, это тоже такой же элемент процесса, такая же сущность, как эксплуатация электронно-учислительных машин на рабочих местах. То же самое. Один из элементов. Ну, отлично, отлично. Мы очень хорошо так завершили наш сегодняшний подкаст. Я хочу сказать спасибо тебе, Лев, что ты был в гостях. Я напомню, что у нас в свежевыжатом подкасте был в гостях Лев Полей, руководитель службы обеспечения информационной безопасности. Нет, все равно не так. Страшно. Просто служба информационной безопасности. Служба информационной безопасности без ее обеспечения с ОЕС. Так, без обеспечения тоже не так. Погоди, Алексей Викторович. Хорошо. Тогда хорошо. Третья попытка. Руководитель службы информационной безопасности. Спасибо. СОЕС. Лев Полей. И это был свежевыжатый подкаст, посвященный теме соков в преддверии грядущего сок-форума, который пройдет 7-8 декабря в Москве. Спасибо, что слушали наш свежевыжатый подкаст. Мы надеемся на вашу обратную связь любым удобным для вас способом. Если вы хотите услышать какую-то новую тему или увидеть новое, а точнее услышать нового гостя у нас в эфире, пишите любым удобным для вас способом через соцсети или каким-то иным способом, который позволит вам донести вашу умную мысль до нас, организаторов этого свежевыжатого подкаста. Еще раз большое спасибо вам, нашим слушателям, что вы нас слушаете. И тебе, Лев, за то, что пришел, поделился своим опытом. Спасибо. Было очень приятно пообщаться. Это был свежевыжатый подкаст. Слушайте новые выпуски в преддверии крупнейшего специализированного события отрасли. СОК-форума 2021. Подробности по хэштегу СОК-форум и на сайте сокзофизфорум.ру